Приветствую вас! Ну что, с первым днём лета! Да! Весь фейсбук, весь фейсбук ругает холод. Знаете, что самое забавное? Вот сейчас куча таких возмущённых холодно. Пройдёт, ну не знаю, неделя, наверное. Будет те же самые ругать жарко. Серьёзно. Но вот здесь, понимаете, вот пример с погодой, это классический пример, как надо управлять государством. Я не шучу. Ну, в Украине это не очень принято. В России довольно часто на государственных каналах показывают, ну, как стали лучше жить граждане России благодаря Путину. Очень много. Причём, ну, и таких, и фильмы, и передачи, и всё-всё. Мало того. Не спорю. Не, да вы сами, вот если вы принципиально возьмёте, посчитайте. Какая зарплата была, когда Путин появился, и какая сейчас выросла. И в долларах, и в рублях, и по паритету, без паритета. Вот понимаете, даже если там самые такие, ребята, как вы не считаете, она выросла в разы. Да? Да. Доходы жителей России выросли. Однозначно выросли. Такое количество новых машин, квартир, имущества, возможностей. В разы. В Украине то же самое. Ребята, то же самое. Ну, просто у нас как бы ни один президент разный, но если вы возьмёте 2000 год, посчитайте вашу зарплату в долларах. И что вы имели дома? В 2000 году и сейчас. Разы. Пречерость. Но! И в Украине, в России всегда ругают власти. Причём до дурения. До дурения. Ну, я знаю, знаю, что в России с вопросами немножко сложновато, но даже если всё-таки пытаются сделать такой более-менее адекватный вопрос, адекватный, ответ такой же самый, как в Украине. Около 30% поддерживает Путин. Нет, это в 70, ребята, нет. В Украине, ну, сейчас там 20 с хвостиком. Ну, тоже до 30% поддерживает Зеленского. Ну, вообще политологи, как бы, говорят, что да, это нормально. Как правило, действующую власть, даже в мире, говорите, ну, оптимальный вариант всегда 20-30% где-то так есть. Такое не бывает, говорите. Вот эти все 50-70, это всё рисуется. Это, говорит, не бывает такого. Ну, действующий, повторяю. Вот оппозиция, оппозиция действительно может иметь поддержку больше 50. Ну, в чём тут логика? Вот это я ещё говорю, это не мыслей, это политолог. Нет, я с ним согласен. Что да, оппозиция время от времени имеет больше поддержку, да, но действующая, она всегда маленькая. И в России она лишь ситуация. Люди зажрались, недовольны. То им жарко, то им холодно. Поэтому, поэтому власти приходится придумывать для людей, я бы сказал, такую мульку, чтобы они меньше отвлекались на различные там реальные вещи и больше восхищались, ругались глупостями. Ну, серьёзно. Ну, смотрите, в России такая глупость в ранней земле русской. Да, действительно, я понимаю, что, скорее всего, это не сама идея Путина. Кто-то подсказал, подсказали, да. И эту мульку сильно разгоняет. Да, сам, может, Путин не называет собрание земли русской, но вот это вот бесконечно, вот, такую страну потеряли, СССР, бесконечная истерика, братские народы. Это всё, вот это всё в рамках собирания земли русской. Плюс, ну, захват любых территорий, это вот всё, видите, собирание. Ну, нафиг, нафиг России громадные территории, этот Крым. Ну, а мы ж захватили, нафиг России, Абхазии громадные территории. Ну, мы же, или ДНР, или нафиг. Ну, сейчас Белоруссия, сами знаете. Причём, да, действительно, сейчас будут очень активно, вот сейчас вы увидите, будут очень активно, как бы пропагандировать. Вот, мол, Путин дырнёт в лоно великой России братский белорусский народ. Глупость. Но, эта глупость позволяет отвлечь от этих разговоров. Почему маленькая зарплата? Да не маленькая зарплата, потому что жадность ваша большая. Серьёзно, серьёзно, ребята. Не, не спорю, действительно, зарплата в Эстонии больше, чем в России. Спорить не буду. Но, ребята, опять же, всё по-разному сравнится. Эстония, это же Эстония, это не Россия. И тут, действительно, для того, чтобы, ну, как бы, людей отвлечь, чтобы они бузили, ну, правильно, и в таком придумает мульку. В Украине другая мулька. Да. Евросоюз. Смотрите, вы можете лично матькаться, ругаться. Мне не нужен Евросоюз. Нужен, нужен, нужен. Вот это то же самое, как вы ругаете сейчас холод. Ну, кто-то ругает, кто-то нет. Мне, наоборот, холод нравится. Вы понимаете, что вы курьёте? Я жару не люблю. Так что, как раз, класс. Класс. То же самое здесь. То есть, грубо говоря, вот, часть людей говорит, нет, в Украине нечего делать в Евросоюзе. Другие кричат, нет, надо в Евросоюз. Класс. Класс. Про эти причины, когда я так шепотом, так, а налоги вы платить будете, как в Евросоюзе? Что делаете? А! Тапочки по меня раскидываете. Начинаете. Вы что? У нас такие налоги. Я в Евросоюзе. Ребята, родные мои. В Евросоюзе тоже куча своих проблем. Ну, даже те, кто живёт в Польше, ну, как бы сказать, они завидуют. Говорят, надо сваливать в США. Вот там лучше. А кто живёт в США, матюкает, говорит, нет, тут жить невозможно, надо сваливать. Вы удивляетесь. В жизни угадайте, какую страну. Но там очень часто как раз американцам страшно хочется свалить в какую-то такую страну. Ну, про Украины, правда, не говорят, спорить не буду. Спорить не буду. Но многие говорят, давайте, Оргентин, Бразилия. Почему? Там нет контроля. А в США, конечно, там, ну, плюс ко всему этот маразм, их, скажем, суперконтроля. А там, да. Так что такая ситуация есть. Там действительно в США обожают Латинскую Америку. Действительно. Они как говорят, вот, мол, как хорошо в Мексике. Ни налогов, ничего. А, нас тут. Так что такая ситуация. Вот то же самое. Вот то же самое, ребята. Понимаете, вы ругаете погоду, возмущаетесь зарплатой. И это вы делаете всегда, и всегда будете. По этой причине, вот эти все разговоры, если б Зеленский выполнил, да, его бы ругали еще больше. Ну, я говорю, что вот сейчас, на сегодняшний момент, если посмотреть, ну, ну, что этим жителям России надо? Ну, Путин поднял им зарплату до небес, со своей царством. Мало, 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 мало. Зеленский, ну, как бы там ни было, за временем Зеленского тоже зарплаты выросли. Мало, мало, мало. Вот по этой причине, да, действительно нужны мульки. И власть этим использует, и будет пользоваться. И пока он пользуется такими вот мульками, ну, как бы, люди власть ругают, но, когда проходят выборы, голосуют правил. Так что, такая ситуация, ребята. по этой причине. Ну, что ж, ругаем дальше погоду, ругаем дальше цены, зарплаты, и как идиоты, как идиоты, обсуждаем, фантазируем, делаем какие-то мифы, а вот, Великая Русь, Великий СССР, Великий Евросоюз, да ребята родные, миленький, и то, и другой миф, и вреда не понимает, не? Я уже понял, что не понимаете, но, с первым днем лета. Да, скоро будет жарко, ребята, все гидрометцедры, и будет жарко, будете ругать, что опять, как недовольны. Благодарю за внимание, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова